Я тестирую мобильники уже 8 лет, и это довольно-таки большой срок, чтобы наконец-таки заинтересоваться автоматизацией. Кто еще, кроме меня, тестирует мобильные приложения? Вот, ребят, вам тоже пригодится, а остальные просто так послушают. Всего два года назад писать автотесты под мобильные было очень сложно. Если кто-то помнит, в 2015 году именно здесь же была встреча, и ребята из мобильной почты Mail.ru рассказывали, как они запилили 200 автотестов за полгода. И в деталях там было, что они в основном боролись с фреймворком. Давайте посмотрим, как это было. Вот, было очень сложно, и много трудностей встречали тестировщики в попытках написать хоть как-нибудь работающий автотест. И в основе всего лежал фреймворк от Apple, который позволял управлять приложениями. И в нем было много ограничений. Например, одно из них — это одна команда в одну секунду. Это учила тестировщика терпению. Нужно им долго ждать, тогда все выполнится. И это не спасало тесты от проблем. Другой проблемой был JavaScript. Чтобы написать тесты, нужно использовать был совсем другой инструмент, не тот, на котором пишется приложение. И сам по себе, может быть, JavaScript имеет большое количество сторонников, но в мобильных устройствах, особенно устройствах Apple, все пишется на Objective-C. И это совершенно другая территория, и даже разработчики не могли помочь разработчикам тестов. Также, так как это все было совершенно на стороне, очень сложно было их отлаживать. У нас тесты запускались, и они падали. Был какой-то stack trace, exception и так далее. И вот надо было самому придумать, что же там случилось. В общем, этот список можно продолжать очень долго. Но есть также и плюсы. Кроме безграничного терпения, которое научили тестировщиков, этот инструмент служил основой для других инструментов. Так как другого способа отправить команду в приложение не было, только какой-то прокси в раппер служил прослойкой, и все остальные инструменты работают через него. И так продолжал до 2015 года, и на конференции Apple представила совершенно новый инструмент, который призван заменить то, что уже неактуально. А именно представили XCUITest. С помощью него… Простите, пожалуйста. С помощью него можно разрабатывать тесты совершенно в другом ключе. В частности, этот инструмент поддерживается средой разработки Xcode. На нем можно использовать стандартные языки программирования, которые объектно ориентированы и позволяют использовать все уровни абстракции, которые вы можете себе придумать. И далее в этом языке можно очень гибко реализовывать ожидания. Полный список этих преимуществ будет в конце, а мы же посмотрим, какое самое главное преимущество. И смотря на то, что два года назад инструмент был представлен, с учетом того, что iOS быстро обновляется, мы можем спокойно использовать его в продакшене, потому что 97% устройств, которые сейчас на руках у пользователей, они все могут запустить этот тест. И не надо беспокоиться о том, что же будет не покрыто. И теперь самый главный вопрос. Как нам это сделать? Мы можем написать много всяких удивительных подходов к разработке автотестов. На эту тему есть много статей, докладов. Всем очень благодатно. Я же коснусь только самого простого случая. А именно то, что нам нужно сначала подготовить данные, выполнить действие и проверить результат. А вот с тем, как выполнить действие, я остановлюсь поподробнее. А именно в мобильниках, чтобы обратиться к элементу на экране, используется совершенно не тот подход, который многие привыкли к тестам на вебе. А именно аксессибилити. Если тесты на вебе основаны на том, как устроена наша страница, CSS стиле или XPath, вложенность объектов в доме, то в мобильных устройствах, как Apple, так и Google, пропагандируют подход аксессибилити. Этот подход позволяет встраивать в приложение информацию, которая доступна пользователям со слабым зрением. В частности, сейчас же нет кнопок на экранах. Поэтому пользователи, которые плохо видят, они включают специальную опцию, и экранный, куда нажимает пользователь пальцем, зачитывает, что же находится на экране. То есть он просто пользуется телефоном на слух за счет тексту спич. И именно эту информацию нужно закладывать в приложение, чтобы помочь пользователям. Я тестировал в своем опыте такие приложения, когда нужно было, например, приложение для SMS-ок поддержать так, чтобы совершенно не глядя, я засовывал телефон под стол и пользовался им на слух. Чтобы поддержать это, нужно добавлять специальную информацию. Вот именно Apple и Google говорят, что если вы запилите автотесты под свое приложение, то вы автоматически поможете пользователям с ограничениями. И как раз это накладывает определенную ответственность для того, чтобы текст, который содержит в себе аксессибилити, был человекочитаемым, а не просто какой-то айдишник. И вот теперь перейдем к самому тесту. Самый простой случай у нас содержит всего немного строк. Если кто-то знаком с его драйвером, то вот первая строка — это как раз тот самый драйвер. Мы получаем наше приложение, которое можем отправить команды. Затем получаем кнопку, кликаем по ней и проверяем то, что у нас есть текстовое поле на экране. В общем, ничего сложного. И пишется очень быстро. Но здесь есть некоторые ограничения, которые еще требуют решения со стороны Apple. И перейдем к ним. У нас есть рекордер. Это позволяет сократить время на разработку тестов. То есть вместо того, чтобы писать все от руки, можно в любом месте кода поставить курсор и включить запись. Потом на устройстве, которое подключено к среде разработки, просто нажимать на кнопки, и автоматически будет генерироваться код. К сожалению, этот код еще пока не настолько совершенен, чтобы во 100% случаев быть рабочим. Поэтому от понимания того же, что там напрограммировано, это не избавляет. Следующее ограничение – это реализация ожиданий. Вот, например, если у нас есть сложная операция закачки файла на сервер, нам нужно подождать результат. И чтобы достигнуть успеха, нам нужно точно знать, что команда выполнится успешно. Так вот с реализацией ожиданий в этом инструменте есть сложности. Там нужно писать много кода. И в более последнем апдейте Apple поняла, что это требует доработки и сделала некоторые улучшения. Этот я еще пока не познакомился. Это было представлено всего месяц назад на самой свежей конференции, будет в iOS 11. Так вот. И последнее – у нас нужно внедрять accessibility. В некоторых компаниях могут, например, сказать, что для того, чтобы внедрить accessibility, нам нужно нанимать копирайтеров, они будут придумывать текст, это очень сложно, и давайте не будем так делать. У меня было такое в практике. Но если вы убедите руководство, что это именно тот самый способ разработки автотестов, который рекомендуемый и не только позволит улучшить приложение, но и помочь пользователям слабовидящим, то тогда у вас развязаны руки. Вы можете сделать с приложением что угодно, то же самое, как пользователь. И перейдем же к морю возможностей, которые представил Apple нам два года назад. Самое первое – это легкость добавления в проект. Он добавляется в несколько кликов, так же, как и юнит-тесты, по аналогии. И в итоге можно быстро и просто запускать эти тесты в несколько минут. Следующее. Эти тесты выполняются очень быстро, причем с более свежей реализацией. Они сказали, что ускорили еще это время. Поддерживается объектно-ритирный язык, поэтому вы можете использовать все ваши любимые абстракции, которые уже есть на вебе. Это behavior-driven development, page object и самый современный screenplay pattern. То есть никаким образом инструмент не ограничить вас в том, чтобы как разработать ваш собственный фреймворк. И самый вкусный из этого, чего так все ждали, это полноценная поддержка из Xcode. То есть вы можете ставить breakpoint, вы можете смотреть, где тест останавливается, какие в нем есть переменные. И уже отладка путем того, что у нас падает exception, и мы пытаемся путем пробы ошибок подобрать параметры, как же тест не падал. Это уходит в прошлое. И следующее. Совершенно бесплатно. Но не нужно писать никакого кода. В момент выполнения автотестов инструмент делает скриншоты, и они доступны в отчете по окончанию. Это очень круто. Я пытался эти скриншоты заэкспортировать. Пока, к сожалению, они доступны только для просмотра. Я не разобрался, куда он сохраняет. Есть рекорды для тестов. То есть можно генерировать код, то есть накликать на кнопки, и после этого немного подправить сгенерированный код, чтобы его упростить. Это значительно ускоряет время на разработку. В частности, я, посмотрев видео с конференции, за 15 минут уже написал тест, который может логиниться в мое приложение. Далее. Этот инструмент активно развивается. И вообще Apple очень круто взялась за автотесты. И на последней конференции там вообще очень много всяких интересных вещей. Например, из одного теста можно управлять сразу двумя приложениями. Например, если вы по Bluetooth перекидываете файл. или, например, шарите фоточку в Instagram. То есть уже такие кейсы, когда у нас есть два взаимодействия приложения, они не заблокированы. Также Apple сильно улучшила симулятор, и можно гораздо быстрее и в несколько потоков запускать автотесты. Раньше буквально всего, уже даже на текущий iOS 10, можно это запускать всего в один поток. И была такая проблема, когда нужно было покупать много-много маков, чтобы между ними разделять тесты. И последний пункт, он и существовал раньше, но я на нем еще поподробнее. Это accessibility inspector. В Xcode есть отдельный инструмент, который позволит просто просканировать, как у нас встроены приложения, и понять, на основе какой информации мы можем доступиться к локаторам. Это сильно упрощает, потому что на мобильных приложениях нет такой удобной штуки, как веб-дебаггеры. Тех, кто привык в разработке веб-тестов, могут поначалу испугаться, как же нужно придумывать локаторы. Есть сканер, поэтому можно быть спокойным в этом плане. В общем, возможностей гигантское множество, все из них я не могу охватить в моем докладе, остановилось только на самых важных. И большинство из них, за исключением рекордеров для тестов и accessibility inspector, их раньше не было. Поэтому сейчас самое время начать писать автотесты. Это стало делать проще, быстрее и легче. Все пишем автотесты. Большое спасибо. Евгений, у меня вопрос такой. Вы когда рассказывали про инструмент, вы имели в виду open source, потому что, например, два года назад уже был, ну вот так на скидку, такой замечательный tool, как Runorex, то есть им можно было потестить iOS и веб, и там был рекордер. Ну, понятное дело, что он стоит денег, но тем не менее. Все эти инструменты, они в основе своей основаны были на UI automation. Просто на нем были прокладки, которые из Runorex прокидывали команды в UI automation, а дальше они шли на устройство. Это официальный инструмент Apple, он единственный. И, кстати, замечу, что вот когда Apple представил XUI тест, она заявила, что в течение определенного времени UI automation будет убран. То есть если у вас есть на этом автотесты, то, может быть, скоро они перестанут быть рабочими. Спасибо. Евгений. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Тесты запускаются на реальных устройствах или только в оболочке X-кода? Они запускаются как на симуляторе, так и на реальных устройствах. Ограничений нет. Все одинаково работает. И еще один вопрос. Мы можем распараллеливать тесты, чтобы одновременно запускать на нескольких устройствах? Для того, чтобы запускать тесты на нескольких устройствах, раньше нужно было использовать два компьютера, два Mac. Начиная с новой Mac OS и нового iOS, которые вышли буквально месяц назад и будут сейчас пока в бете, будут релизнуты осенью, можно будет с одного Mac запускать на большом количестве симуляторов и устройств. Все мы радуемся. Спасибо. И последний вопрос. Можно, если не сложно? Да, конечно. Что насчет гибридных приложений, допустим? Или этот инструмент заточен исключительно под приложения, написанные на Swift или, допустим, в GFC? Гибридные приложения тоже поддерживаются, но я в своем опыте не имею таких приложений, поэтому не могу сказать, как это на практике. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Давайте тогда поблагодарим еще раз Евгения. Спасибо большое за доклад. Спасибо.